всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале в начале я хочу сказать вот что поскольку у меня на канале нету администратора нет человека которые бы мне помогал там монтаже видео дали по загрузке я все делаю сама и я долгое время искала как сделать так чтобы знаете вот в нижней линии то там где показывается продолжительность до непосредственно самого ролика в неконе у некоторых коллег я видела что есть разделение этой линии до на определенной главы то есть нажимая на эту линию видно было да какая там позиция 1 2 3 вот я очень хотела это сделать и наконец-таки я нашла и сейчас я как раз таки с этим хочу с вами поделиться в плане того что не нужно уже больше допустим в инбоксе да под видео смотреть тайм-коды достаточно нажать непосредственно на сам ролик на само видео да там где вы нажимаете на play вас появится вот эта вот красная линия до момента в моменте ну либо серую кому моменте заполнение видео и там прям вот видно разделены вот эти вот главы то есть это первая позиция там вторая или третья вот ну это для вашего удобства да то есть я тот человек который всегда стремится сделать свою услугу качественную и удобную то есть я не тот человек который буду говорить о мне так комфортно да и мне наплевать на вас на всех то есть мучаетесь сами да там разбирайтесь нет почему потому что я сама как пользователь да люблю когда услуга простая доступная понятная и ко мне относятся вот именно по-человечески наверное это мой девиз по жизни да ко всем относиться по по-человечески вот вот эти вот я хотела с вами поделить я была такая радостная что наконец-таки поняла как это сделать сделала и вот прям сижу горжусь собой и радуюсь а значит а какой у нас с вами сегодня расклад будет вы видите название вода напоминаю что всегда в начале ролика в моменте приветствия верхнем правом углу всплывает подсказка до виде другого ролика который вы можете также посмотреть общая как правило схожая тематика если нет такой подсказки значит у меня просто нету порекомендовать вам какого-нибудь ролика в контексте данной темы которые разбираем тема у нас сегодня предложила нам тему феникс за что я ей опять-таки благодарна вы тоже можете в комментариях писать свои идеи до своей темы для раскладов я люблю темы такие оригинальные которые взяты непосредственно из нашей жизни того что вот нас интересует на такие темы делать расклады значит то что она написала добрый день не лени очень часто расклада говорят вспомните что вы хотели о чем мечтали в детстве я не помню уверена что это что-то прекрасное и так хочется вспомнить и вот поэтому сегодня вместе с вами мы будем вспоминать ваши детские мечты и желания скажу сразу поскольку я обычно когда вот такие вот для моего понимания возможно не совсем стандартные темы раскладов я их всегда тестирую на себе вот сегодня прямо вот буквально перед записью расклада я конечно же протестировал чтобы понять на какой колоде мне легче читать иногда бывает так что я сразу знаю вот по этой колоде я буду читать вот а иногда вот не нужно просто несколько потестировать чтобы понять с помощью какой колоды я смогу лучше раскрыть ту или иную тематику вот я для себя определила несколько колод хочу просто сразу сказать о том что расклад может быть достаточно болезнен и потому что я когда видела свои детские мечтания да я как-то не то чтобы расстроилась принципе так оно и есть но эти воспоминания не были достаточно болезнен и поэтому сразу хочу сказать что если у вас будет такое же вот ощущение да то есть это не какие-то там радостные там хочу стать космонавтом там либо барикмахерами так далее так далее нет если будет какие-то болезненные воспоминания не заталкиваете их снова вглубь себя помню у меня на канале мы работаем с ручкой и тетрадкой записывайте все свои мысли если вы среагировали на какое-то слово запишите его а потом после расклада вы подумайте почему чем оно зацепило вас да что вспомнила какие у вас в состоянии всплыли вот и с этим мы в принципе работаем что значит работаем как раз ки через воспоминания стараемся а с моим пониманием работа осознавать да то есть понимать почему меня это цепляет в чем причина какой урок я должен либо должна пройти чему я должна здесь научиться что нужно изменить вот эти его через задавание вот таких вопросов да вы приходите к ответам то есть задача состоит пересмотреть свое отношение к чему-либо и происходит изменение как только вы пересматриваете свое отношение то есть если вас что-то цепляет значит у вас есть какая-то реакция она может быть позитивно негативные обе они не совсем хорошо если в тема про работа она вас просто не цепляет вас нейтральные отношения ну то есть вам и не хорошо и не плохо не горячо и не холодно но если вдруг появляется какая-то реакция да мы и и обязательно для себя отмечаем и потом с ней работаем наша задача то есть конечный итог изменить отношение к ситуации таким образом чтобы она нас как минимум не цепляла вот такой вот у нас сегодня будет вступление я очень хочу чтобы вы в комментариях писали удается ли вам поработать что вы понимаете что вы осознаете почему потому что еще расскажу мой канал это канал самоопознание и но в принципе в самом слове звучит само да то есть самостоятельно я узнаю но иногда моя обратная связь может быть вам полезно почему то что я отвечаю на каждый комментарий в зависимости от того что нужно каждому да то есть если просто человек благодарить значит ну в принципе ему моя обратная связь с ним нужна кроме того что я принимаю благодарность либо не принимаю благодарность если вы пишете и делите свои какой-то и истории то исходя из того что я прочитаю в В комментариях я понимаю, нужна ли вам поддержка, нужна ли вам просто какой-то, может быть, знак, какая-то наводка. То есть работа продолжается и в комментариях. Наверное, я одна из немногих, я не буду говорить, что единственная, но одна из немногих тарологов, которая отвечает на каждый комментарий. И если даже в комментариях, если у меня к некоторым раскладам комментарии около 400, вот имейте в виду, что каждому я обязательно ответила. Это не сейчас не в плюс мне, а в том, что у вас есть еще и бесплатная такая, скажем, возможность пообщаться со мной в комментариях и, возможно, разобраться в какой-то тематике. То есть если я могу чем-то полезно, я обязательно вам скажу. И вы видите перед нами три позиции. Так, мышку я уберу. Это, значит, первая, вторая и третья зелененький, голубенький и красненький камешек. Напоминаю, опять-таки, если вы нажмете там, где play, у вас высветится вот такая линия горизонтальная, да, вы можете там прям отмечено. Вот это вот первая позиция, вторая, это третья. То есть головы, и они подписаны. Вот, это вот такая вот подсказка для вас. И, опять-таки, если вы хотите порекомендовать какой-то расклад, имейте в виду, что в описании к любому моему видео есть список раскладов на моем канале. То есть вы переходите по ссылочке, нажимаете и увидите там 200, сколько там, 300 раскладов, не знаю, из разных плейлистов. То есть полный список моих раскладов на канале. То есть прежде чем порекомендовать, можете, если вам несложно, да, немножечко себя утруднить и посмотреть, а есть ли вообще эти темы на канале. Вот, и мы с вами приступаем. Значит, позиция номер один и зелененький камешек. Значит, я буду смотреть мечты отдельно, ваши детские мечты и желания, потому что это разные темы, да, мечта и желания, это разные темы. Смотреть буду на эпическом таро, оно очень хорошо мне подсветило сегодня мои мечты и желания. Смотреть будем на метафорической колоде про меня и на колоде Айтин. Итак, отдельно выложу мечты и желания. Первая позиция, значит, три карты на ваши детские мечты и три карты отдельно на ваши желания. И будем потом дополнительно на других колодах досматривать. Значит, смотрите, что касается... Так, отодвину. Что касается ваших детских мечтаний. Ну, я не могу сказать, что вы были ребенком таким достаточно подвижным, да, либо ребенком, который любил как-то вот где-то пошалить, как это, начудить, да, где-то... Ну, таким активным ребенком, да, то есть где-то что-то там поломал, испортил. Нет, это было не про вас. Вот, ваши детские мечты, они были связаны с тем, что вам хотелось как-то, знаете, вот больше общения с детьми. И вот, когда мы говорим, да, я командный игрок, не индивидуальный, а командный. Вот это вот про вас. То есть ваши мечты были вместе что-то с кем-то сделать. Невозможно, когда вы были маленькие, да, там, мечтали, представляют, что вот я вырасту, да, и вот я вот вместе с кем-то буду сопричастен для чего-то такого вот большого. То есть вы уже с детства, с самого начала были достаточно таким творческим ребенком. То есть, возможно, вам нравилась здесь почему-то идет вода, да, то есть либо вам нравилось... То есть, я не знаю, если вы жили в какой-то вот местности, где была река, либо водоемы какие-то, да, либо вообще даже дома, ванны, вот вода вам нравится. То есть вам нравилось вот это вот плескаться, да. Возможно, кто-то жил неподалеку от моря, либо ездил на море в отпуск. И вот эти вот мечтания как-то, которые связаны именно с водой, они приносили вам радость, да. С одной стороны, как-то вот забирали какой-то, возможно, негатив, а с другой стороны, вот как-то наполняли. Еще какие мечты у вас были в детстве, я еще уточню потом. Значит, вы были очень таким, знаете, фантазером, хочется сказать, да, который находил отдушину именно вот в своем каком-то мире. То есть в том придуманном, в котором вам было безопасно и в котором вам не было больно. И, знаете, здесь такое ощущение, что либо вы были как-то, не то чтобы любили спать, а вот вам нравилось как-то мечтать. И вот это вот состояние, когда все возможно, да. Я не знаю, какой-то вот, может быть, виртуальный мир, либо опять это как-то связано со сном. То есть, может быть, во сне вы чувствовали себя таким свободным ребенком, да. А может быть, когда как-то вот вас кто-то обижал, грустил, обычно дети очень много плачут, а потом вот засыпают. И вот это вот состояние, оно как-то, знаете, вот вы лечитесь на самом деле, да, через сон. То есть, когда у вас что-то болит, либо еще что-то, вот вы предпочитаете лечь, полежать, как говорится, отоспаться. И все проходит, все становится, ну, намного лучше и намного приятней. И здесь, конечно же, понятно, что как ребенок, да, вы избегали каких-то сложных ситуаций, поэтому предпочитали уходить в иллюзию. То есть, оттуда у вас осталось вот этот вот навык, что ли, когда что-то мне не нравится в реальности, я лучше, ну, компенсирую это как-то вот во сне. Почему-то сон очень-очень важен для вас. Вообще отдых, да, расслабление, оно как-то вас наполняет. Вот, и еще о чем вы мечтали, ну, знаете, здесь такие вот мечтания по поводу вот как-то короля, королевы, царь, царевич. Вот какая-то такая величественная фигура вы себя представляли, да, что вот прям девочки как-то играли, ой, боже, как она называется, вот я прям вижу, кто-то одевал на себя фату, да. Фату, но в контексте, там, я знаю, может быть, покрывало было, может быть, еще что-то, может быть, какая-то вот тряпка такая длинная, как шлейф, да. Ну, в общем, что-то было такое, что напоминало вас как-то, знаете, причем я вижу, что девочка идет, и вот там, например, два мальчика, за ней вот этот вот шлейф несут. То есть, знаете, вот это вот детские игры, когда ты ощущаешь вот как-то вот свое величие, вот эта вот значимость, да, какое-то такое вот некое превосходство, да, когда я приказываю, а вы выполняете. Вот детям нравится такое, в такие игры играть. Ну, вот я все-таки для большего понимания уточню, да, какие у вас мечты были. Ну, сразу, да, то, что я говорила, творить, творить что-то, создавать, вот вам нравилось. Здесь вот момент двух поколений, знаете, вот у кого-то, может быть, если у вас не было бабушки, да, вот именно почему-то бабушки, либо дедушки, то вы этого очень хотели. То есть, знаете, вот это вот ощущение, когда у других деток есть вот бабушка с дедушкой, и вот мы, допустим, поедем на воскресенье, там, ну, куда-то там на дачу, либо там, ну, в общем, бабушки, дедушки, да, вот это вот ощущение, ожидание, да, что вот мы поедем куда-то, вот, и там будет бабушка, которая вот все разрешает, и причем очень вкусно, такие вкусности готовит, и вот там прям вот хорошо, там свободно, там можно бегать, там можно играть. У кого-то вот были все время такие вот мечты поехать, то есть там расстояние, бабушка с дедушкой не жили, допустим, в городе, а вот все время как-то вот были мечтания, как там, возможно, у вас там был какой-то друг, вот который вы встречались только летом, да, на каникулах, может быть, вот это вот мечтания у вас были, что вот встречу там друга, да, и вот могу, ну, долгое время играть, и не будет вот этого вот контроля от папы с мамой, и мне будет приятно, вот. Еще о чем вы мечтали, о том, что вы, знаете, кому-то, не знаю, почему у меня здесь игры проходят, да, то есть мечтания, они как-то не то, что вы сидите о чем-то мечтаете, а как-то вот через свои детские игры вы как будто бы реализовывали вот эти вот мечтания, да, например, когда вы еще не осознавали свой потенциал, да, но вот внутри было вот это вот ощущение, что я на многое способен, да, я многое могу сделать, и вот это вот как-то в мечтаниях вы как будто бы реализовывали, ну, знаете, вот именно, как бы так сказать, дети любят рисовать, да, допустим, и вот вы как-то в своих мечтаниях и вентазиях рисовали, и через эти рисунки вы воплощали свой потенциал, который тогда вы не осознавали, то есть у вас настолько богатый внутренний мир, именно вот эти вот фантазии вы можете представлять, очень яркое такое воображение у вас, и вот когда я говорила о том, что вам нравилось расслабляться, да, и как-то вот мечтать, фантазировать, то здесь вот именно было как-то вот связано с одной стороны с морем, а с другой стороны вы как-то вот представляли себе, знаете, вот мне идет какое-то вот богатство, я не знаю, камни какие-то, камешки может быть, может быть, кому-то нравился калейдоскоп, да, либо вы хотели, мечтали иметь, да, вот это вот, когда ты смотришь, вот этот детский калейдоскоп, который крутили, а там были камешки разноцветные, они каждый раз собирали новые узоры, вот вам что-то такое нравилось, здесь очень идет, знаете, большая гамма цветов, очень разных, да, то есть, ну вот как в радуге, то есть здесь очень, и причем тона и полутона присутствуют, я не знаю, что с чем это связано, но вот в вашем представлении, в вашем воображении, оно такое расплывчатое, вот как акварельные краски, они не дают конкретные контуры, но очень много красок, причем, знаете, такого вот оттенка красного, бордового, такие вот приятные, цвет кирпича, не знаю, почему-то мне здесь кирпич пошел, но присутствует каким-то образом и вода, водоемы, что-то вы делали как-то вот соединение красок воды, то есть не только рисовали, а вот, может быть, на берегу там что-то делали, может быть, камешки какие-то, может быть, нравилось вам, вы как-то мечтали, будете заниматься раскопками, да, вот вырасту, например, стану археологом и буду там искать вот эти самородки, да, как-то что-то вот такое, то есть творческая натура у вас была. Что еще здесь по мечтам? Люблю эту карту, эта карта говорит, все понятно, вы мечтали, знаете, как будто бы вырваться из какого-то контроля, может быть, какого-то авторитетного для вас человека, то есть это не обязательно, что это были родители, может быть, кто-то другой, который очень сильно на вас имел влияние, такое, знаете, ну, как критикует, да, человек, и вот здесь вот появляется такое вот ощущение, да, как будто я вот грязный что ли, и хочу вот отмыться, хочу очиститься себя, как-то вот избавиться, да, высвободиться, какие-то рамки, вот вы мечтали, вот знаете о том, что вот вырасту, да, и все, и я буду свободен, то есть вот здесь какая-то вот грязь, с чем это связано, не знаю, что это за грязь, здесь это как-то, это связано с свободой, вот для вас какая-то свобода была очень-очень важна, именно поэтому вы видели себя как такую царственную личность, когда играли, да, то есть это как будто бы бессознательно у вас проходило, что у меня есть сил, у меня есть власть, и я могу дать отпор, тому человеку, который меня контролирует, ну, потому что здесь вот присутствует в мечтах какой-то вот, знаете, еще и любовь к знаниям, да, постижение чего-либо, вот я вырасту, я буду таким умным, и тогда, допустим, я вот правильно тебе скажу, да, либо смогу дать отпор, что-то здесь с этим связано. Да, здесь еще, знаете, когда вас критиковали, вот здесь вот почему-то, видите, хоть мы говорим о мечтах, я говорила вначале, что может быть не очень приятно, вы свою одушину находили в знаниях, да, то есть вы как будто бы комментировали вот эту вот критику, да, вот этот вот контроль, ваш адрес, то есть что ты недостаточно там что-то хорош, умеешь, знаешь, вот, и вы как будто бы уединялись, и вот это вот, с одной стороны, знаете, это как будто бы какая-то боль у вас была, а с другой стороны, вы как будто бы читали здесь, видимо, возраст уже такой, когда вы умеете читать, и вот вы погружались в чтение вот в эти вот фантазии, я не знаю, может быть сказки, может быть какие-то истории, может быть что-то изучали, да, как ребенок у вас была какая-то вот направленность здесь конкретная, то есть я не могу сказать, что это, допустим, там математика, да, либо рисование, нет, но были какие-то конкретные знания, которые вас интересовали. Давайте я еще вытащу вот здесь карту, нам, может быть, покажут еще ваши мечты, но вот видите, как ни крути, ни верти, выпали две карты, одна у нас говорит о свободе, а другая карта у нас говорит о союзе, да, то есть со мной, вот вы как будто бы хотели примирить себя, внутри себя, потому что вот не было вот этого вот ощущения свободы, да, хотелось вам какого-то полета, творческого полета. Возможно, вас кто-то ограничивал, да, ваших мечтаний, то есть как только вы мечтали, возможно, осуждали ваши мечты, возможно, говорят, ой, опять летаешь в облаках, да, уже заземлись, а вы и там улетели, и все, и вам легко, и вы в своем мире, и все такое. Возможно, знаете, не было еще и человека, который бы мог вас поддержать, то есть нету здесь поддержки, именно поэтому вы уходили вот какие-то мечтания. Я не могу сказать здесь какие-то вот мечты касательно того, что какой-то профессии, да, реализации, нет, но изначально я уже вижу, что у вас были задатки касательно каких-то знаний, каких-то знаний, может быть, даже с чем эти знания, может, каких-то способностей, да. Вот смотрите, у вас были вот именно с детства вот эти вот мечты касательно, у вас были лидерские вот эти вот качества. Не случайно я сказала величественная такая особа, причем даже не королева, а вот именно король, да, который вот выше него уже никого нет. И вот у вас и были вот эти вот лидерские способности, когда вести за собой людей, да, то есть вы это уже с детства, знаете, как будто бы у вас было представление, что вы кому-то будете отдавать указы, кому-то будете не то чтобы обучать, а говорить вот что нужно делать, как нужно делать. То есть у вас был потенциал именно в контексте знания. Вот выпадает Ярофант, ну что сказать. Вот вы глубокий, понимаете, вы глубокий ребенок, да, мы говорим о детях, вы были глубоким ребенком, который, знаете, вот чисто на интуитивном уровне вы понимали, во-первых, свою силу, во-вторых, вы ее не понимали, ощущали свою силу, ощущали свой вот этот вот огромный потенциал огненный, который можно реализовать. Ну и выпадает, конечно же, императрица. Да, то есть вот именно развитие, рост, вот эта самодостаточность, вот ощущение того, что либо вы об этом мечтали в детстве, да, когда у вас все в достатке, когда есть и еда, когда есть и, например, деньги, когда можно будет купить какие-то себе игрушки, может быть, одежда, да, потому что мы говорим все-таки на языке детей больше, да, какие-то мечтания. Вот, а у многих здесь вот императрицы мне нравятся, здесь такие золотистые бабочки. Кто-то, знаете, представлял себе какой-то фантастический мир, вот, и в нем я, здесь мне сейчас пошли, знаете, сразу как фэнтези, вот эти вот эльфы, мы же как их нейрайды, да, нейрайды же по-русски, вот, феи, вот что-то такое вот волшебное, и вот этот вот магический лес, все такое вот заколдованное, и вот вам казалось, что вы идиоте, и вот вы можете там волшебным взмахом, у вас там все что-то там происходило. Вот какие-то вот такие вот мечтания у вас были, что у вас есть сила, у вас есть потенциал, вы это уже с детства понимали, да, и способности, и тяга именно к знаниям. Я не буду говорить, каким конкретно, то есть здесь, может быть, и какие-то точные науки, не обязательно, что это была там эзотерика, или еще что-то такое, но вот что-то такое магическое, и вот мне кажется, здесь у кого-то были какие-то такие фантастические друзья. Знаете, почему вздыхаю? Потому что здесь вот какая-то связь есть с зеркалами, не знаю, то ли, может быть, вы боялись зеркал, то ли наоборот, как-то, знаете, мечта, как у ребенка попасть в какой-то вот, если вы еще читали книгу, да, либо вам рассказывали, Алиса в «Стране чудес», вот как-то попасть в какое-то зазеркалье, вот здесь вот мне как-то такое, да, у вас был свой какой-то конкретный, придуманный, параллельный мир, и вот вы представляли, что там вы можете раскрыть свою мощь, но это вот как-то было связано, именно там вы помогаете, да, не просто вы там хозяйничаете и командуете, нет, а именно как-то вот помогаете, освещаете что-то людям, да, говорите, рассказываете, передаете какие-то знания, может быть, кому-то в детстве просто нравилось играть в учителя. Так, это были мечты. Какие желания? Желания, вот здесь вот желаниями у нас как раз-таки, знаете, то есть если с мечтами мы еще как-то могли фантазировать, то желания на самом деле у вас были жесткие. Почему? Потому что вот это вот то, что я говорила о том, что ощущается какой-то вот контроль, да, над вами, вот какая-то вот критика достаточно жесткая, да, то оценивание, то в ваших желаниях было, знаете, вот как-то выпутаться из-за этих оков, да, не чувствовать себя жертвой. То есть вот это вот ощущение, что я жертва, что я связан как будто бы, ну вот знаете, вот по рукам, по ногам, и я не могу ничего сделать, да, ну наверняка, как маленький ребенок, конечно же, такое ясное понятие, да, если есть контроль, я не чувствую себя свободом. И знаете, здесь вот как раз-таки по дьяволу, в эпическом таро, он говорит о том, что есть какие-то части себя, которые вместо того, чтобы взращивать в любви и свободе, вы наоборот как-то запираете их внутри себя, вот именно какие-то частички, и тогда вы превращаетесь вот именно вот в этого дьявола, потому что ощущаете вот злость, вот это становитесь каким-то, ну, дикарем, ну то есть ощущение вот этого вот голода, злости, вот этого всего негасива. То есть какие-то части себя вы не принимали, скорее всего, просто потому, что ощущали себя беспомощным, да, невозможным дать отпор. И вот здесь вот у меня просто такое желание, знаете, не то, чтобы вот я вырасту, да, и я тебе там отомщу, может быть, как дети вот такое и говорили, не знаю, но вот здесь вот эта вот подавленность, да, отсюда присутствовала агрессия, вот неравный как будто бы бой, да, и было вот желание, как-то, знаете, вот защитить себя. Но те, с кем вы, условно говоря, взаимодействовали, да, сражались, они были либо выше вас, либо старше вас, либо значимы вас. То есть не только это могут быть родители, да, это могут быть ваши какие-то там сверстники, да, дети, которые, может быть, постарше. Но в любом случае, знаете, было очень таких много подавленных эмоций внутри вас, которые вызывали вот эту вот злость и агрессию, знаете, когда я не могу тебе высказать, да, в силу того, что ты более авторитетный человек, я должен держать язык за зубами, либо потому что меня накажут, либо потому что это не совсем правильно. И вот здесь вот это вот желание было как раз-таки ощутить, и поэтому вы и хотели свободу, да, вы мечтали о свободе. Очень, опять-таки, было желание как-то, знаете, что-то внутри себя сберечь. Кому-то вы что-то не рассказывали. Было такое, что-то такое сокровенное, ценное было у вас, которое вы придержали при себе и не хотели ни с кем делиться, потому что боялись, что либо обесценят, либо не поймут, ну, либо отберут. Вот что-то здесь было такое. И это воспитало в вас, знаете, вот ощущение, какой-то страх, который вас вот в голове ваше сковывает. И он, вот что по дьяволу, что по девятке мечей, вот здесь вот ощущение какой-то вот тюрьмы, да, я не знаю, в своей голове. Ну, то есть, как будто бы это взращивало-взращивало. И, скорее всего, вы не дали до сих пор возможность своему внутреннему потенциалу раскрыться. Вот здесь вот у меня какое-то такое. Просто потому, что в детстве, возможно, было очень много критики и не было поддержки. Потому что карта Союз, она говорит, что не было поддержки не то, что даже внутренней гармонии, а ощущение, может быть, даже как-то вот обесценивали, да, потому что здесь всё-таки жертва выпадает. Вот именно обесценивание тоже происходило. И поэтому вы привыкли всё держать самое дорогое, самое ценное внутри себя, никогда никому ничего не рассказывать, не потому что боитесь, что оно не реализуется, а просто потому что боитесь, что опять-таки будет как в детстве, да, обесценят и больно будет потом. Либо кто-то будет вмешаться. Вот здесь вот какое-то, понимаете, внешнее вмешательство постоянно было в вашу жизнь, в ваши мечты, в ваши фантазии. Может быть, кто-то хотел, например, чтобы его записали в какой-то вот кружок, именно творческий. Вот. А не было такой возможности, и не просто вам говорили нет, что, допустим, нет денег, а именно говорили, что ты какой-то вот, ну, не такой недостоин, неправильный, что ли. Вот здесь вот какое-то вот такое вот понимание. И вот у вас есть желание, поэтому всё держать в себе. Как-то вы это очень рано поняли, что, ну, не нужно делиться. И, а желание у вас было, знаете, здесь ощущение, ну, во-первых, для кого-то точно, может быть, воспитывали без отца, и вот вы как-то либо представляли, что вырастите, познакомитесь с ним, узнаете, кто ваш отец, либо очень хотели понять, кто ваш отец, либо если у вас были оба родителя, здесь было, прям, знаете, какое-то желание проводить много времени почему-то с отцом, да, то есть даже если он был, ну, если нет, понятно, если он был, видимо, не уделял вам время, что ли. И вот у вас было такое желание, не случайно я говорила ранее о том, что вы хотели к бабушке, к дедушке, да, куда-то там, в деревню, на дачу, не знаю куда, вот ощутить, знаете, какую-то полноту семьи, что ли, вот здесь у меня идет, как-то, чтобы, да, я поняла, чтобы папа как-то на вас обращал внимание, да, и вот взрастил в вас вот это вот ощущение защиты, то есть что вы в безопасности, да, вот нету этого, да, то есть такое ощущение, что вот я сам по себе, как листик на ветру, и я сам себя должен защищать, я сам себя должен как-то, не то чтобы обеспечивать, но позаботиться об себе, не потому что мама там, папа не мог, а вот как-то вот ощущение того, что я с детства очень взрослый человек, как-то вот то ли вас предоставили самому себе на воспитание, но вот, знаете, не хватает какой-то теплоты, не хватает вот этого вот ощущения безопасности, что в любой момент я не к маме побегу, а к папе, и папа меня защитит, либо, знаете, вот какой-то вот старший брат, здесь вот опора не хватает, желание, да, сказала, к папе побегу, и выпала карта мамы, да, мама залечивает травмы, ну вот здесь вот заботы, как будто бы не хватало, да, не зря я ощутила, что здесь сами себе предоставлены, нету ощущения и понимания, что такое семья, хотя я не видела здесь нигде, чтобы были либо мечты, либо желания о том, чтобы, допустим, у вас была семья, нет, ну там полноценное, либо еще что-либо, может, не люблю я, когда карты склеиваются, так, еще какие желания, ну и желания, знаете, иметь какие-то способности, да, вот сверхспособности, обычно бывают такие вот у детей, когда вот, чтобы я был там, не знаю, супермен или еще кто-то, и мог всех победить, а вот здесь вот женские какие-то, да, желания какого-то такого колдовства, да, то есть, знаете, вот, я не знаю, может быть, как ребенок просили какую-то помощь свыше, да, либо как-то разговаривали, я не знаю, может быть, у кого-то был там ангел-хранитель, либо какая-то фея любимая, да, но вот здесь вот желание, такое ощущение, что с детства вот просили о какой-то помощи, способности, возможности, да, здесь очень много грусти, понимаете, очень много депрессии, сложности, карта просто депрессия называется, грусти, невозможности двигаться дальше, да, вот какие-то вот корни, опять-таки, возможно, ваши родители, да, либо ваша семья как-то вас удерживали, вот ощущение меня не оставляет, что я хочу высвободиться, я хочу свободного полета, я хочу куда-то полететь, и знаете, вот здесь вот вы воспринимали как-то вот себя как какого-то урода, не случайно здесь в мечтах была вот эта вот грязь, да, как будто бы я хочу почистить, может быть, вам об этом говорили, либо вы каким-то образом, как ребенок, воспринимали себя как какого-то урода, то есть человека, ребенка, который что-то в себе не не принимает, может быть, сложности были, проблемы с друзьями, поэтому я и говорю, что нуждались в защите, чтобы хотя бы, ну может быть, старший брат там, или еще кто-то, кто-то постарше, кто заступится за вас, может быть, из-за того, что вот вы были таким мечтательным человеком, мечтательным ребенком, да, вас задирали, может быть, мальчишки, может быть, вы как-то выделялись, либо вам было неинтересно, ну в общем, какие-то сложности здесь с друзьями у вас были. Вот такая вот у нас была первая позиция, не случайно я сказала в самом начале, что не будет расклад таким веселым, то есть, ну нету таких, я когда его тестировала, вот была такая просто энергия, она продолжается у меня. Хорошо, мы с вами переходим к позиции номер два, двойщики, сразу хочу сказать, что расклад не из приятных, не будет таких вот бабочек, я хочу там мечтать, или еще что-то, будет достаточно неприятные моменты, поэтому сразу можете выключать видео, если вам будет неприятно, моя задача вам вас предупредить. мои детские мечты, это я подвинула, ну, детские мечты, здесь вот прям девочки-девочки, которым нравилось наряжаться в принцессу, мечтали, здесь вот как будто, вы знаете, какой-то волшебник, что ли, сказочник какой-то, ну, человек достаточно взрослый, и, возможно, сказки вам кто-то рассказывал, может быть, дедушка, ну, то есть, человек какой-то, вот такой умудреный жизнью в ваших глазах, когда вы были ребенком, он рассказывал вам здесь как шаман, либо на Руси были раньше сказочники, вот здесь вот что-то такое, либо какой-то вот северный пантеон богов, вот что-то здесь про это, и вот вам рассказывают, почему-то сказка дюймовочка идет, вот что-то такое, может быть, кому-то нравилась эта сказка, было какое-то олицетворение, и вот здесь вот мечты у вас были о том, вот как вы, знаете, как этот, Белоснежка и Семь Гном, почему-то я сказками говорю, не знаю, потому что здесь, может быть, как-то вот сказки вам нравились, что ли, кто-то придет там, и, не Белоснежка и Семь Гномов, а Спящая Красавица, и кто-то вас вот поцелует и разбудит, вот вам вот эта вот идея, она была близка, потому что у меня здесь сразу выпадает аркан влюбленных, то есть вот, знаете, вот красота и любовь, она вот прям про вас, про вас. И здесь, что еще может быть в мечтах? Не знаю, здесь может быть даже достаточно такой, ну, постарше возраст, где-то уже 9-11 лет, это девочке начинает мечтать, что ли, здесь какое-то вот волшебство идет, связанное с любовью, но не любовью, как это, допустим, между мужчиной и женщиной, а вот какой-то, какая-то детская такая, знаете, влюбленность, и кто-то из вас видел духов природы, но именно конкретно как-то кто-то в поле, где-то может быть, я не знаю, что ли это деревня, не могу понять, в общем, поле, и там колосья. И вот кто-то бегает вот так вот, какой-то маленький ребенок бегает по полю, а потом дальше за этим полем идет лес. И вот кто-то видел именно среди деревья, знаете, вот какой-то вот маленький, ну, как стрекоза, что ли, что-то такое летающее, как дух. Вот вам нравилось. Вы, знаете, вы как ребенок не то, чтобы вы мечтали, а вы наслаждались природой. Кто-то очень любил держать божьих коровок на руке. Это так здорово, то есть вы всегда загадывали, я прям вижу несколько детей, так радуюсь, вы держите на руке божью коровку, и прям, ну, как в детстве обычно говорили, да, божья коровка, улети на небо, и так далее, и так далее. Вот вы так радовались, прям это такой заливистый смех, и прям такая радость была, ура, я поймала большую коровку. То есть для вас, вот, весь этот мир, то есть ваши мечтания, они не были в пассивном состоянии, то есть вы не сидели и не мечтали, а у вас было наоборот, ваши мечтания, они были связаны как-то через действие, через какое-то взаимодействие, причем именно с природой каким-то образом. Сейчас я посмотрю. Цветы, я не знаю, то ли, вот вы во всем видели отражение себя, то есть, допустим, смотрели на божью коровку, и вы представляли, что это вы, да, и как бы вы летали, там смотрели на цветок, и вам казалось, что вы вот так вот как-то пахнете. Не знаю, может быть, даже если дома играли, нравились игры в какие-то вот превращения, то есть для вас это было важным, как мечта, уметь превращаться, я не знаю, там, в дракона, уметь там превращаться, ну вот здесь вот что-то такое нежное, пахнущее, какие-то вот ароматы. Может быть, вы представляли себя, как, я не знаю, как ведьму, которая там в ступе что-то колдует, вот прям, как это, ступы, да, ступы называются, деревянные, что вот как-то что-то вы, там, я не знаю, траву сорвали, листики, еще что-то положили, там, как будто бы зелье варите. Вот что-то такое здесь происходит, очень интересно. Мечтали найти какой-то клад, да, прям, может быть, сидели там, вечером рассказывали, вот мы пойдем в лес, здесь лес, я не знаю, может, вы воспитывались, но росли там, где есть вот эта природа, то есть, ну, не мегаполис, не город, где-то поблизости, ну, либо если даже это и город, то что-то у вас, как у ребенка, да, возможно, у вас было такое понятие, что там парк, а для вас это казалось лесом, ну, таким большим объемами. А позже вам, например, нравилась сказка Рабудзель, да, там, где вот, вот было, я прерываюсь и говорю не совсем складно, потому что, ну, не успевая одну информацию сказать, мне сразу другую показывает, и поэтому я не знаю, за что цепляться. Здесь показывают то, что вот этот вот сказка, когда она опускает свои волосы для того, чтобы принц поднялся, вот у вас было такое, знаете, желание спасти. Вы даже не то, что мечтали, чтобы папа с мамой разрешили, прошу прощения, разрешили вам кошечку какую-то вы нашли на улицу, больную принесли, там, еще что-то, мама все время ругалась, потому что говорила, что ты меня таскаешь с улицы, как она это сказала, какое-то слово она здесь говорит, я не могу понять, разобрать, какая-то дрянь, ну, что-то такое, что, и вот я вижу, вы так, не, она хорошая, все такое, давай я ее буду держать, здесь такая, ну, вот очень много животных домой таскали, разных причем, здесь кто-то, знаете, даже кузнечика где-то найдет, там, крылышка у него нет, или, допустим, ящерица там без хвостика, или еще что-то, кстати, нравилось же ящерице, хвостик, это кот оторвали, а она у нее быстро-быстро хвостик вырастает, вот это вот было вашество, чудо, то есть вы себя чувствовали, ощущали каким-то вот маленьким волшебником, и все время было желание принести его, спасти какое-то животное, вот мама все время ругалась, потому что, причем, то, ну вот нормальные какие-то домашние животные вы могли принести, там, я не знаю, ну не тараканы, ну что-то такое, вот ящерицу, ну что-то такое вот не очень приятное, то есть вы все время хотели кому-то помочь, и, да, еще здесь у кого-то в мечтах было выступать на публике, да, кому-то нравится петь, вот, и вы, там, я не знаю, что это такое, расческа, расческа какая-то такая деревянная, такая длинная, не круглая, а именно длинная, вот вы поете, певица с погорелого театра, не знаю, почему не так идет, вот, такая маленькая, да, на кровати стоите, вот, и кто-то здесь прыгает и поет, ну, это было забавно очень смотреть, да, тоже, возможно, у кого-то была ваша мечта, а кому-то нравилось наряжаться на разные утренники, может быть, у кого-то даже это мечта была, да, быть ангелочком, да, то есть, кто-то просил именно какие-то крылья, чтобы вам шили, мне крыша идет, кому-то, может быть, на деревьях нравилось лазить, либо на крыше, так стоять и представлять, что вы летаете, и вы ангелочек, очень чувствительная, такая тонкая, тонкая, ранимая душа, и мечты у вас были такие, хорошо, давайте посмотрим ваши желания, вот, какие были желания, если я уточню эту карту, потому что я ее не совсем понимаю, касательно того, что вот вы как-то, знаете, становитесь одержимыми, да, чем-то, и потом не вы уже управляете своим желанием, а оно, как будто бы, вот вы не можете избавиться от этого, то есть вы как будто вы теряете контроль от своего желания, над своим желанием, скорее всего. А, все, я поняла, может быть, кому-то, у кого-то было такое желание изучить иностранные языки, да, либо, если мы говорим в контексте сказок и волшебства, как-то с кем-то беседовать, да, кто-то, например, ну, я не знаю, там, лесной, кто-то, какой-то дух домовой, не знаю, водяной, либо еще что-то, вот, было желание, там, как-то с ними общаться, да, то есть увидеть, вот, разговаривать на их языке, вот, и в дальнейшем это может быть переросло как в желании изучить иностранные языки, уметь разговаривать с людьми, а еще, знаете, может быть, даже у кого-то телепатически было такое желание научиться вот понимать людей, либо передавать им какие-то свои мечты, но вот именно телепатически, когда, знаете, вот кому-то помогли что-то сделали, причем совместная какая-то работа, а потом вас за это хвалит, вы такой вот радостный, довольный, вот волшебство вам нравилось, не знаю, как ни крути, ни верти, волшебство, любили как ребенок просто как это слово-то, резвиться, радоваться как-то, знаете, интересно, здесь такая картинка показывает, кто-то из вас любил играть в прятки, причем, знаете, так прикольно, место было такое маленькое, ну, не совсем большое, вот, и спрятаться, ну, не было вариантов много, и кто-то, знаете, вот просто либо замирал, прикидывался, что у меня нет, типа я спрятался, я невидимый, либо кто-то, как дети обычно делают, вот голову только закрывает, да, и все, и типа меня не видно, а ноги при этом торчат, и, ну, и заметно, вот здесь вот какое-то такое, причем, знаете, вы не просто прятались, а я типа невидимка, вот кто-то хотел, возможно, быть невидимкой, да, какое-то такое вот желание обладать вот этими, как в Гарри Поттер, да, делал это покрывало на себя, и все, и я невидимка. Нравилось вам читать, да, хотя бы вы были бы такой подвижный достаточно ребенок, не из тех детей, которые сидят там, что-то, но вот у вас было желание сложно вам, знаете, сложно было что-то оставить позади, вот когда вам что-то нравилось, да, вы, ну, допустим, если это какая-то игра, вам сложно было оставить, то есть вам надо было обязательно как-то закончить, и потом идти дальше, но здесь вот какое-то такое ощущение, вот в зрелой жизни, возможно, когда вы оставляете что-то на полпути, это вызывает у вас, ну, некомфортные ощущения, какое-то, у вас даже сейчас бывает такое желание, да, как-то вот вернуться в детство, но есть какие-то моменты, которые либо вы не принимаете в себе, либо вы хотели бы их изменить, стереть, потому что они как-то вот вызывают у вас вот это вот ощущение одиночества, то есть в принципе здесь я не вижу, что вокруг вас были какие-то люди, которые бы вас как-то ограничивали, либо еще что-то, но вот вы как будто бы жили в своем вот этом вот волшебном, сказочном мире, и не то чтобы здесь есть какая-то покинутая, то есть что взрослые как-то на вас не обращали внимания, но у вас есть какие-то моменты, которые вы в себе как-то не не принимаете, что какие еще желания у вас есть, знаете, ощущение того, что стать каким-то мудрецом, что ли, вот для чего, я не могу понять, для чего вам нужна мудрость, как будто бы вот вы хотите как-то помогать другим людям, но вот здесь, знаете, какая-то ревность проходит, то ли вы привязываетесь к людям, да, и как-то ощущение какой-то вот собственности, что ли, ну, то есть этот человек мне принадлежит, да, хотя вы осознаете, что, ну, это не так, но вот ваша какая-то вот привязанность к другим людям, она как-то, ну, вам приносит боль, и, я не знаю, то ли желание было привязано, есть какой-то человек, либо был какой-то человек, которым вы привязаны, то есть они не обязательно противоположного пола, это может быть, я не знаю, там, мама, друг, какой-то там двоюродный брат, может быть, кому-то вы очень были привязаны, и вот у вас было желание, может быть, детская какая-то, любовь такая, знаете, неразделённая, которой вы были привязаны и очень ревностно относились к тому, что этот человек, допустим, там, с кем-то общался, либо ещё что-то, вот у вас было желание, чтобы это общение было только с вами, чтобы человек принадлежал только вам, и больше никому другому. Вот у меня и тут выпала смерть, и тут выпала смерть, есть какая-то вот страх смерти, то есть, может быть, желание не то, чтобы жить долго, а здесь вот, расставаться с чем-то, и вот у вас вот в желании, да, то, что вы любите, не расставаться, чтобы оно было как-то вот навсегда. Да, вот не любите вы уходить, ну, здесь, знаете, даже не умеете ставить точку на то, что уже отжито, то есть для вас оно как будто бы вот постоянно такое молодое, живое, и никогда не не имеет завершения, вот просто для других людей как-то когда-то уже ставится точка, а вот для вас как будто бы нет. И, знаете, вот у меня и сначала было такое ощущение, что вы как будто бы уставшие, знаете, здесь ощущение того, что период детства, он какой-то вот такой легкий, интересный, веселый, яркий, а потом, гоп, и сразу какая-то тяжесть появилась, какая-то зрелость, и я устала. То есть была ребенком, потом гоп, и сразу какая-то хроническая усталость. И потом пошли какие-то обманы, иллюзии, и все такое. Нет, я не буду дальше смотреть, почему, потому что меня перебрасывает какой-то другой этап в вашей жизни. Но у вас было какое-то вот желание волшебства, иметь какие-то возможно способности. Либо в детстве играли в разных героев из разных сказок. Вот прям сказки, вот это вот ваш мотив и сценарий. Я уже думала, может быть, сделать расклад на тему по сценарию какой сказки вы живете. потому что на самом деле мы все проигрываем какой-то в своей жизни, особенно в межличностных отношениях, сценарий какой-то нашей одной любимой сказки. Вот. Не помню, где-то когда-то это слышала, но вот есть что-то такое. Вот в вашем случае бы очень хорошо отыгралась какая-то сказка. Мы с вами переходим к позиции номер 3, красненькому камешку. Троечке всех приветствую. Хочу сразу сказать, что расклад болезненный, не из радостных моментов, поэтому заранее можете остановить ролик. Итак, мои детские мечты. Ваши детские мечты. Ну, начнем с того, что вы человек, который хотели гармонии. И у вас было такое желание, чтобы вас понимали. Да, чтобы, ну, во-первых, не было каких-то ссор, чтобы не ссорились, чтобы не ругались. Мир, дружба, жвачка. Вот, и чтобы вас понимали. Чтобы вот все разногласия, которые вас окружали, они как-то вот заканчивались. Чтобы не было. Вот вы хотели какого-то вот внутреннего спокойствия. Возможно, у вас, ну, та среда, в которой вы росли, воспитывались, она была такая, ну, были ссоры, конфликты, так скажу. Поэтому вот у вас внутренние ваши мечты были о том, чтобы и в семье было какое-то вот перемирие, да, и с другой стороны, чтобы было вот это вот понимание, чтобы вас понимали, чтобы вас принимали, чтобы было какое-то спокойствие и гармония. Следующая мечта, которая была у вас, это, знаете, как-то вот до всего доходить самостоятельно. То есть вам говорили, например, какие-то вещи, а вы были, ну, каким-то таким исследователем, который говорил, внутри себя ощущали, что есть что-то другое, другое, да, то есть вот как будто бы не доверяли авторитетам, и вам хотелось это все проверить на себе. Внутреннее, как будто бы какое-то ощущение того, что я знаю правду, да, и вот что бы вы мне не говорили, я до нее докопаюсь, я разберусь. То есть вы были тем ребенком либо тем человеком, который четко чувствовал какой-то, вы знаете, вот какой-то вот фальш, да, ощущение того, что вот вы сами должны были все познать как будто бы на своей шкуре. Вот у вас были какие-то мечты, да, связанные с этим, что вот вы познаете какую-то истину, вы узнаете самостоятельно через свой собственный опыт что-то, да, то есть вам что-то говорили, например, вот это не делай, а вы назло, нет, я это сделаю и я пойму, правильно или нет. То есть вот вы как-то вот мечтали о каких-то экспериментах, даже не то, что мечтали, а вы их и воплощали. Вот вы были как-то не по годам взрослым ребенком, который вот все хотел на себе попробовать, да, все хотел понять, так ли это или нет, ну, то есть чтобы я принимала решение, да, вот как-то такая вот интересно, с одной стороны, детскость, а с другой стороны, вот эта вот взрослость, ну, не по годам, не по годам взрослый человек. Такая картинка интересная, да, когда маленький мальчик, да, берет меч в руку и говорит, я пойду воевать там с драконами, да, я их смогу победить. Вот что-то такое, то есть какие-то намерения достаточно взрослые, вот, но при этом вот в каком детском теле, то есть вы были, знаете, какой-то вот борец за справедливость, и вы знали, какая правда. И вот вам все время хотелось как-то своих мечтаний доказать вот эту вот свою правду, ты не правда, я вот так, да, я проверю, я расскажу, я докажу. вот, еще в мечтах было, ну, не знаю, может быть, кто-то в раннем возрасте мечтал там написать книгу как-то о своих, о истории какие-то, да, с историями книгу, да, о своих каких-то походах, вот, либо кто-то размышлял о том, какой же путь мне выбрать, ну, то есть, кем я буду, кем я могу стать, знаете, здесь ощущение того, что вы как будто бы с детства ждали какой-то сигнал, ну, вот, говорят, придут там, я не знаю, прилетят инопланетяне и заберут нас на другой какой-то планету и там будет что-то такое, вот, предзнаменованием этого будет, вот, там, я не знаю, такая-то погода, и вот вы все время как будто бы ждали какого-то знака свыше, да, изучали что-то там, не знаю, звезды, созвездия, да, кому-то нравилась не астрология, почему-то мне идет слово астронавт, астронавт, не знаю, может кто-то хотел быть астронавтом, астрономию, кто-то, может быть, увлекался астрономией, то есть, вот, нравилось, да, почему, потому что здесь знания, они какие-то такие взрослые, зрелые, и вот здесь вот знаки судьбы, как-то вот вы увлекались этим, что ли, что-то здесь такое, еще о чем вы мечтали, ну, что вы станете тем человеком, который будет иметь силу, ну, во-первых, сила это вот ваше все, то есть, вы изначально хотели быть сильным человеком, который умеет менять пространство, да, который может взять там какой-то предмет и превратить его во что-то другое, да, то есть, вот здесь сила именно перемен, что я способен, я могу, вот во всем вы видели какой-то потенциал, здесь такое ощущение классное, что вот сила это была ваша основа, здесь у меня продолжают единички переходить в тройку, то есть, энергия поменялась, да, в позициях, и здесь вроде бы какая-то часть единичек у меня есть, да, когда сила, она очень важна, внутренняя сила, и вот вы родились сильным человеком, и вот это вот качество я могу преображать, да, может быть, кто-то мечтал получить такую, такую способность взмахом волшебной палочки, раз, два, три, и что-то, во что-то превращалось, как-то иметь влияние на людей и на вещи. здесь выпал аркан солнца, да, какие мечты могут быть по солнцу, знаете, вам нравилось, возможно, стоять на, как это, не то, чтобы стоять на табуретке, стих рассказывать, а вот вам нравилось, когда люди взрослые собираются, вот, и вы стоите, не то, чтобы послушаете, а потом молчите, молчите, да, и потом, воп, какую-то фразу бросили, и все взрослые так на вас оглянулись, ну, типа, вроде бы, вы ребенок, а говорите какие-то такие мудреные слова, и вот, как будто бы вашей маме говорят, а какой-то умный там мальчик, да, либо там девочка, и вы прямо такая вот загордились, загордились, да, либо вот какая-то вот похвала, то есть вы, вам нравилось быть в центре, именно взрослых, не своих ровесников, а как-то в центре взрослых, чтобы на вас обращали внимание, и вы вот, ну, то есть не было вот этого вот стыда, что как-то меня осудят, или нет, вам нравилось, причем, вы знаете, вы чувствовали себя маленьким таким героем, который ничего не боится, храбрый, может сказать все, что он хочет, он знает, как правильно, интересно так, вот если мы говорим о мечтах, то вы были каким-то вот таким, знаете, рыцарем, то есть во сне видели себя в доспехах, с щитом, там, с мечом, да, который сражается за что-то, и спасает кого-то, ну, в общем, благородных таких кровей человек, то есть у вас вот мечты были за справедливость, да, борец за справедливость, причем, знаете, если вы мальчик, да, какую-нибудь девочку там защитить, мне не больно, здесь идет так интересно, да, мальчишки, мне не больно, если поранились, ударились, а самому в душе больно, щипет, хочется плакать, коленки в кровь, вот, ну нет, я буду держаться, да, кому-то нравилось на роликах кататься, вот упали, покорябли, и вот прям на виду у всех, пройду очень гордо, когда иду за угол, или там, в подъезд зайду, да, к маме домой, или еще что-то, начинаю рыдать, потому что больно, а тут вот, вот это вот такая вот, гордость, никому не покажу свою боль, да, никому не покажу, что не могу летать, кто-то лошадей очень любит, любит лошадей, и здесь, о чем ваши мечты были, знаете, возможно, как-то, если опять-таки, здесь даже не то, что вы мальчика, девочка, как-то вот прокатиться, прокатиться, кто-то, может быть, мечтал сидеть на переднем сидении, в машине, потому что детям обычно запрещалось сидеть впереди, и вот здесь вот как-то вот это вот ощущение, да, скорости и свободы, хочу сесть, допустим, на переднее сидение, рядом с водителем, вот прям, ощутить, вот здесь, так, знаете, красная нить проходит, хочу ощутить себя взрослым, да, что вот мне все можно, я все могу, меня ничего не ограничивает. здесь как-то карты показывают что-то связанное с прошлым и питанием, то ли проблемы, может быть, у кого-то были с пищеварением, и вы мечтали выздороветь, может быть, у кого-то, вы знаете, лактоза, да, по-русски, не переваривание, да, каких-то вот молочных продуктов, может быть, может быть, какие-то вот ограничения были в питании, и была такая вот мечта, чтобы вот я вылез, стой, чтобы, ну, вот излечиться, и мне все можно было, да, чтобы убрать вот эти вот всевозможные ограничения. Ну, здесь как-то вот провал ожиданий. С чем это вообще все связано? Ну, здесь, знаете, карты говорят о том, что мечтание-то, мечтание, вы по своей натуре, по своей природе, достаточно такой чистый человек, который находится в каком-то вот единении, да, с природой, с миром, и побуждение ваше чистое, и намерение ваше чистое, но, к сожалению, как-то вот какие-то из ваших мечт, они, ну, не оправдали, не оправдали своих ожиданий, либо что-то было в детстве, вот какие-то вот ваши мечты, которые оказались провальными, и они были для вас очень-очень болезненными. Не знаю, с чем это связано, у каждого будет по-своему. Так, давайте мы с вами теперь посмотрим желания. Какие у вас были желания? Ваши детские желания. Так, вы хотели обладать какими-то способностями. Много читали, может быть, вам нравилось читать. И, знаете, вы действительно та душа, которая пришла с огромным, ну, багажом, да, то есть вы не то чтобы древняя душа, но вы достаточно опытная, которая во многих воплощениях много чего наработала, поэтому здесь вот это вот ощущение, что я сам для себя авторитет, и я чётко знаю, и слушаю сам себя, да, свой внутренний голос, и понимаю его. Здесь как раз-таки карты говорят о том, что, какие могут быть желания. Ну, вот владеть здесь, то, чтобы даже магией, а вот, сейчас, давайте я уточню, какими знаниями. Вы хотели иметь какие-то знания, что-то изучить? то, чтобы, знаете, вот как будто бы хотели, хотели понять, как устроен мир, вот как-то так. Ощущение того, что, знаете, вот в ваших желаниях было как-то вот в чём-то разобраться, как-то вот углубиться, послушать вот свою тишину. Вы, я не знаю, как это объяснить, очень мудрый, мудрый человек, и желания у вас какие-то были. Не то, чтобы, знаете, вот желания семьи, а как-то вот, знаете, распутывать сложные ситуации. Вы это могли как-то внутри себя, вы ощущали. Может быть, решать, я не знаю, вам нравилось решать какие-то головоломки, да, либо, ну, то есть, пока все дети чем-то там занимались, да, как-то играли, вот вы больше развивали, развивали себя именно через решение каких-то сложных ситуаций, задач. вам нравилось заниматься как-то творчеством, вот самокопанием, разбираться в себе, вот вам это было с детства, как-то вам это нравилось? Разбираться в каких-то, я не знаю, разбираться в людях, да, в жизненных каких-то ситуациях, в судьбах людей. Вот вы как будто бы умели смотреть на ситуацию сверху и видеть ее суть. Ну, не могу сказать, что вы были тем ребенком, которым нравилось как-то играть с большим количеством детей, вот вам как-то самому по себе было хорошо. Не то, чтобы вы отстранялись, нет, но если даже это были какие-то вот игры командные, да, вы все равно как-то держались обособленно. И вам неинтересно было. Здесь как-то у вас с детства какая-то вот связь была с высшими силами. Может быть, у вас было, знаете, как-то вот желание разобраться со своим подсознанием, разобраться именно вот в каких-то тайнах, что связано именно с подсознанием. Я не знаю, я не случайно сказала, вам нравились какие-то головоломки, да, может быть, вы читали какую-то литературу в детстве, да, по поводу того, вот как устроен наш мозг, да, как мы сами, допустим, себе обманываем, или, может быть, кому-то нравилось там, в детстве смотреть, там, не знаю, Капперфильда, да, вот иллюзионистов, каких-то фокусников, которые, как-то, вы знаете, вот, никакого обмана, да, волшебство рук и это самое, и никакого обмана, вот, что-то такое, вот, вам вот эти вот все фокусники, они вам нравились, то есть, как они могут, там, например, взял и скрыл здание, да, то есть, то оно было, то нет, да, или человек там исчез, или еще что-то, вам нравилось решать эти голоболомки, причем, знаете, разоблачать этих людей, то есть, я пойму, как устроен этот фокус и буду говорить, какой я молодец, ну, типа, я уже знаю, что это такое, да, то есть, меня не обмануть, у вас очень подвижный разум, то есть, очень много мыслей, и вот они, вам сложно фокусироваться на чем-то одном, но если вам что-то нравится, да, вы полностью поглощаетесь этим, ну, вот, желание здесь, здесь у кого-то, знаете, желание еще было придумать какое-то, какое-то наказание тем людям, которые как-то вас, возможно, обижали, и, если мы говорим о совсем детстве, да, раннем, то была какая-то, вот, например, зависть, я не знаю, каким-то детям, ну, что это свойственно, да, всем детям завидовать, что, допустим, кого-то там есть какая-то конфетка, у меня нет, да, кому-то что-то купили, какую-то игрушку, а мне нет, то есть, это вполне нормально, но мне не нравится здесь карта одна, которая выпала, говорит о каком-то моральном насилии, то есть, вот это, вы знаете, о разборке и понимании самого себя, они у вас не случайно появились, что-то, видимо, произошло у вас, и поэтому было вот это вот желание, знаете, придумать какую-то стратегию, как бы получить то, что я хочу, то есть, даже если наказать обидчика, то опять-таки, не просто так пойти, надавать ему лещей, да, а именно как-то очень умно, чтобы проказнику в следующий раз мало не было, ну, на самом деле, здесь ребенок, который сам нуждается во внимании, внимании и заботе, здесь карта, вот у меня точно единички сюда перекочевали, как карта, вот если бы второго была, это был бы отшельник, да, то есть, человек такой мудрый, скорее всего, умудренный опытом, да, и, но желания, вот они как-то связаны непосредственно с нашим бессознательным, не знаю, то ли понять его, то ли разобраться, то ли обладать какими-то качествами, то ли, знаете, как, то, чтобы это могло мне принести, как-то вот использовать свой мозг, чтобы это смогло мне принести как-то денег, да, как можно сделать, как можно использовать свой опыт таким образом, чтобы получить то, что я хочу, либо там как-то стабильность, либо денег, но все время почему-то вы как-то разочаровывались, и вот на самом деле, через ту боль, которую вы получали, через утрату, вы эмоционально взрослели, эмоционально взрослели, и обучались, да, то есть вот сама вот эта вот боль эмоциональная, она вас сподвигала к каким-то переменам, и вы взрослели. так, еще ваше желание, последняя карта, ну и возвращаемся только к чему пришли, да, ваше желание, быть в гармонии с собой, да, с миром, чтобы все было спокойно, чтобы не было ссор, чтобы не было ничего, вот вы такой человек, который, ну, вам не нравится, чтобы вот вас выводили как-то на эмоции, это для вас очень-очень болезненно, да, когда бы вот вас как-то раздражали, либо что-то делали, вот вам это очень-очень некомфортно, и это самое такое вот ужасное для вас наказание, как эмоциональное, вот, знаете, вот холод, даже наказание не словами, не словесно, а именно вот игнором, да, держание на расстоянии, вот для вас, вот желание ваше было то, чтобы вот этого вот не было, почему, потому что вы такой достаточно ранимый человек, который видит гармонию и красоту, любовь во всем, и когда вот вас выводят из этого состояния, вы как будто бы теряетесь, то есть пока вы находитесь в этом состоянии гармонии, да, у вас все хорошо получается, вы как будто бы, знаете, имеете силу над всем, но стоит вас только вывести, да, на эмоции, вывести из равновесия, вы как будто бы теряете ту силу, о которой мы говорили ранее, когда вы переживаете, вы ничего не можете решить, да, вы как будто бы не можете мыслить логично, хотя это ваша вот самая сильная такая сторона, ваша логика, да, и ваша сила умения влиять на что-то, но когда вы начинаете переживать, волноваться, эмоционировать за что-то, вот вы эту силу как будто бы теряете, вот такая вот у нас была и третья позиция, я жду вашей обратной связи, пока собираю карты, очень рада, что энергии в раскладах поменялись, да, и это, наверное, потому что мое состояние меняется, поскольку мы все с вами в унисон, независимо от того, знакомы мы или нет, мы все друг на друга влияем, вот, и поскольку я влияю на вас через свои расклады, а вы в унисон со мной, да, то и вы также влияете на меня, поэтому, видимо, вот здесь вот какие-то перемены в энергиях, в раскладах уже случились, я, наверное, не случайно говорила в самом начале, что нужно мои расклады смотреть с тетрадкой, ручкой, чтобы записывать реакцию на что-либо, вот, очень хотелось сегодня сделать такой расклад легкий, да, чтобы он был какой-то вот позитивный, потому что в жизни очень много негатива на самом деле, и не то, что я хочу вот как-то приукрашать этот мир, а просто хочется что-то доброе, такое теплое нести людям, но расклад показал опять-таки нам какие-то наши болевые моменты, видимо, ну, сейчас было время это услышать, мне не очень, если честно, понравилось то, что я увидела, потому что, еще раз скажу, ожидания мои были связаны с тем, что вот что-то может быть такое детское, хорошее, приятное, но видимо детство у всех оно разное, хорошо, мои дорогие, я благодарю вас за внимание, за ваши комментарии, за ваши лайки, дизлайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о новых моих раскладах, а я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока!